всем привет это серёжа и микрофон подкаст спасибо что включили мы очень ценим ну что ребята вот это у нас гость сегодня конечно я вам скажу честно я две недели готовился к приходу александра не то чтобы я тренировался отрабатывал удар не я смотрел все его интервью читал пытался понять что он за человек и я счастлив что наша беседа была такой легкой и простой александр оказался очень разговорчивым очень честным открытым так что впереди нас интересное время с ним спасибо что включили этот эпизод если вы впервые на канале на нашем и вам понравился подкаст может вы подпишитесь у нас разные люди бывают ученые дети музыканты и так далее все короче суть этого подкаста чему-то научиться от людей которые пожили и которые знают вот и прежде чем мы начнем шокирующая информация я даже не знаю как вам ее подать так чтобы вы не опупели короче дело в том что этот подкаст производит транснациональная корпорация big numbers и мы из будущего вещаем издали из далекого будущего сюда в настоящий в 2021 год мы вещаем и там в будущем ребята там все так интересно а самое главное я точно знаю что в будущем очень сильно пригодятся специалисты по data science инфа соточка инфа соточка мы здесь подкасте помимо спортсменов и музыкантов приглашаем ученых и тут не раз уже говорили про нейросети многие думают что ирина у нас нейросеть ирина здравствуйте здравствуйте ты нейросеть я да она уже нейросеть да видите уже ирина нейросеть нейросети помогают роверам доставлять еду нейросеть и нейросети помогают поделять ковид по фотографии сажают марсоходы и так далее все это ребята data science и самое главное что специалисты по data science уже получают в 2021 году вот в прошлом для нас для вас настоящим от ста тридцати тысяч рублей вы представляете это значит что нам всем нужно пора нам всем нужно пора нам все давно пора уже идти обучаться ремеслу data science где естественно в skill factory там есть авторский курс где вас с ноля научат программировать на python представляете вот вы умеете программировать на python я нет нас с вами с ноля научат более того научатся строить прогнозные модели и настраивать нейронные сети на курсе представлена авторская программа преподаватели практики из яндекса n-видео и ора ну разве не прекрасно и самое главное упор на практику 80 процентов обучения это реальные кейсы реальные кейсы реальные кейсы ребята и вас даже помогут трудоустроить в карьерном центре skill factory и теперь контрольный в голову вам ха ху контрольный в голову 45 процентов по промокоду меза скидка ничего себе никогда еще промокод меза нигде настолько сильной мощью не обладал все ребят вперед пожалуйста изучите информацию о skill factory об этом курсе потому что уже много человек обучилась охотно написали отзывы почитайте сделайте выводы подходит это вам или нет и вперед к профессии будущего но все погнали запускайте гоните на меня заставку давайте сюда и гоните на меня давай привет привет спасибо что пришел спасибо что позвали то как иначе так я даже не знаю с чего начать ну во первых тогда ты сейчас начнешь я точно так же сквачу и за голову и сделаю зачем ты с этого начал ну с чего вот мы сейчас говорили о том что тебя вот ты только что с боя до пару дней назад он закончился вчера позавчера позавчера до субботу а с тарасовым тарасов с блогером ну я не знаю блогер это такое у него мне кажется сейчас всегда ним блогер я не знаю где он ведет что он ведет но я знаю он и по смешанным единоборствам выступал и по боксу он уже много с кем подрался и с кокляевым дрался и с дациком дрался по правилам бокса и вот буквально передо мной он дрался тоже там с чернокозырым спортсменом стайсоном по правилам бокса вот меня вызвался ну то есть он не то что какой-то новый человек спорте новый человек в боксе вот он мне кажется блогерством прикрывается как ширмой для того чтобы ну если проиграл ну я не спортсмен я блогер вот и на ринг я вышел я не профессиональный спортсмен я ну какой-то там ведущий как бы ничего такого зазорного в этом мире что я полегал но я насколько знаю он и в осетию ездил готовился к моему бою там ну хотя правда мало двух недель две недели ну да но это не уровень подготовки он просто я не знаю зачем он блатанул так фраернулся и вызвал меня на ринг и причем абсолютно не готовился к этому бою ну двух недельной подготовки против меня это абсолютно недостаточный срок чтобы дать какое-то достойное сопротивление ну как бы все и видели что первый раунд он отбегал а потом ему даже уже бежать некуда было кидал он удар из-под жопы и не знал куда голову свою как сразу спрятать был бы песок он бы наверное туда бы закопал бы стоял бы вот так вот в позе рака спасался для тех кто не в курсе разница у вас и в росте и в масте очень значительно и в опыте в абсолютно во всем у нас разница я же говорю мне непонятно зачем мы блогеры лезут слушай амбразуру действительно наверное это очень удобная позиция когда ты говоришь а я не спортсмен я блогер вот смотри я проиграл а что вы хотели зато не застал выйти да да ну а если вы видали тут еще я где-то мне туда скинул интервью тарасова после боя он там что-то говорит я видел страх в глазах александра я видел что он боится со мной боксировать весь это самый весь бой просидел на жопе проползал на пузе вот захлебнулся от собственного дыхания вот и еще он каким-то образом увидел страх мои глазах ну это как как ляев у меня тоже с ним был бой он интервью дает такое интервью говорит я когда начал олег вали в сторону александра там ну серию там кидать я вижу попал и чувствую сейчас пойдет сейчас вот мне буквально догнать его и я его нокаутирую ну то же самое приблизительно что и с тарасовым было вот отправил мишу спать даже был такой момент что я ему восстановиться дал когда он был в нокдауне там что-то затанцевал на месте я отошел дал ему прийти в себя и ну дальше продолжу чтобы не говорили что случайно попал дурака какого-то если бы этого не случилось то как ляев бы выиграл победил сейчас он вроде бы опять ожил по новой и вновь провоцирует меня и я видел интервью сразу после боя он говорил что он абсолютно верит свою победу если будет реванш да ради бога мне без разницы кого бить бить людей это моя работа вот хочет быть битым мне какая разница я не могу еще раз один хитро с хинкаря я его не знаю не могу никак его оценивать я понимаю что ты вряд ли его как бы я понимаю что откуда ты можешь его недолюбливать да за его слова какие-то в твой адрес и действия и так далее я он мне ничего не сделал я про него ничего не знаю я могу вот только сухие факты оценивать да и наверное вот где он единственный молодец что он действительно тебя вызвал и выжил а вот как он это сделал уже не важно да мне кажется он даже и здесь не молодец он вышел и не знаю что он ничего не показал вот так что-то затанцевал там ну и как это уже такая это самое прилепил он себе этот афоризм такой пролетел на днездом кукушки волна ты я не знаю молодец он за столом когда хинкали есть безразмерное количество там он молодец там он меня победит там мне с ним состегаться не в чем а на ринг бойцовский мир по правилам боксом и мая делать нечего лезть ему тоже ну в передвижении тяжестов тяжестей там пароходов самолетов поездов он тоже победит ну как бы я не тяжелоатлет слушай штанги там весов а как ты думал будет бой идти то есть ведь логично если я меньше кого-то в два раза у меня опыта меньше еще больше раз да я скорее всего буду убегать много ты ведь предполагал что так будет не будет же он выйти ходить с тобой раз на раз прям биться размениваться ударами на так-то но я не предполагал что тарасов на столько на столько очкушники будет прям в открытую поворачиваясь ко мне спиной бежать как на 100 метровку вообще я посмотрел его бои он часто убегает от соперника именно спиной а ведь нельзя затылок бить да нельзя затылок бить нельзя разворачиваться к сопернику спиной вообще как-то он так останавливает бой я заметил вот с тайсоном он боролся он по моему пару раз сделал так что он вернулся к нему спиной и как бы ожидает что соперник не будет ничего делать типа все стоп передышка это наверное из-за того что у него мало опыта да или того что он драться не умеет вот и спасается бегством но я не знаю для чего он полез тоже в бойцовский мир потому что ладно бы у него хоть что-то бы получалось бы оба имел бы драться и какое-то представление имел боевых искусствах а то ну сидел комментировал и тут его вдруг понесло вот тут я с тобой такой за хайпом за популярность еще зачем-то там вылез ну не это самое не боец а я же должен заниматься чем занимается каждый должен заниматься что умеет на что учился это все равно что я сейчас начну осваивать какой ну такую там область которой я абсолютно далеки вот бить в крути никогда не поздно начать заниматься квантовой механикой я даже не знаю что это поздно и вызвать какого-нибудь ученого на батл по квантовой механике смотри ты сказал что каждый должен делать то что он умеет лучше всего если все таки он блогер а он умеет значит он должен уметь лучше всего как блогер привлекать себе внимание и по-моему у него получается вообще вот вся эта вся эта история это в абсолютно отражение мирового тренда я думаю привлекать себе внимание но я тебе хочу сказать что вот сейчас вот люди посмотрели на наш бой если они сначала еще там что-то надеялись какие-то ожидания у них были что состоится бой какой-то тарасов хоть что-то покажет сейчас все увидели что лучше бы тарасов не выходил не позорился бы подобным образом данным боем он не приподнял себя наоборот опустил вот ну и так навлек массу негативных комментариев ничего не показал во время боя на так вот почему вообще ты здесь я объясню тебе я далек от мира боев но год назад что-то начало происходить начал запоем смотреть какие-то матчи и в си да и так далее так далее потом я начал интересоваться что происходит в россии начал заниматься шаудоу боксингом знаешь очень крут как будто бы да но когда ты с воздухом сражаешься ты как правило побеждаешь ну конечно там ты чемпион единственный победить у меня рекорд у меня рекорд 68 0 против воздуха и я начал значит интересоваться и в тут в этот самый момент случаются несколько событий которые связаны с джейком полом я думаю ты в курсе вообще лучше всех блогер начал вызывать бойцов мм и и да который уже на пенсии условно да спортивной пенсии и начал одного за другим побеждать начал он с игрока вообще nba да и и это это просто везде да все об этом говорят это что-то затрагивает в нас в людях что нам хочется на это посмотреть кому-то хочется посмотреть как блогер а как правило блогеры они выбирают стратегию быть негодяями говорят скверные вещи делают очень смелое заявление да переходят надо черту и люди ненавидят их за это и хотя чтобы легенда дала им пизды да дал вернее и когда этого не случается все-таки сука может быть другая легенда ему пропишет люлей и так далее и сейчас это вот он победил сейчас в боксерском поединке с старином вудли и так далее так далее и у нас в россии все ровным счетом наоборот у нас все много блогеров не один вызывает одну значит легенду смешанных боев тебя в боксе то же самое только наоборот чуть-чуть и скажи мне вот что почему бокс так уравнивает шансы а потому что если смотреть на то что происходит с джеком полом и с этими ребятами джек пол их перебоксирует потому что опыт приобретенный в смешанных единоборствах им там не очень пригождается ну потому что да многие бойцы смешанных единоборств они мало уделяют времени ударной техники у них стоит задача перевести в партер и там уже возиться что-то бороться мучить вот борец он ну так он по функционалке по физухе по вообще ведению боя он у него больше шансов чем у боксера выиграть в этом бою потому что у боксера он умеет только двигаться вот тем более когда происходит возня в партере там отекают руки там совершенно другая работа там бокс это аэробная работа вот стойки легко раскидываться передвигаться а борьбу можно сравнить ну как бы такой с работой физической тяжелоатлетической то есть там рычаги там может чиннуть нужно да да то есть там работа на силу идет да да вот и поэтому он вызывает не боксеров а борцов по правилам бокса ну до этого он сто процентов наверное занимался готовился я вот тоже всю жизнь занимаюсь борьбой чемпион трехкратный чемпион мира по боевому самбо чемпион европы по самбо вот руки оставил сам себе я нету ни одного человека который бы сказал что он так хорошо боксирует благодаря мне что это моя заслуга я ему но боксом я не занимался никогда хотя все думают что я ударник а не борец вот ну и такое же кстати впечатление не из бокса больше нет я сам себя учил боксировать я смотрел как профессионалы боксируют но многие когда просматривают видео когда просматривают какие-то бои они ждут хорошего нокаута одного удара и все весь бой не смотрят а я смотрю мне не интересно как закончится бой кто победит я смотрю передвижения как идут удар как откуда они запускают как они работают что они делают какую дистанцию для сближения проходит как уходят от боя от этих от ударов от соперника своего то есть я смотрю весь бой а не жду какой-то там концовки и красивого зрелищного там завершения не какого-то там боя согласно что но мы как зрители поэтому нужно да меньше а вот эти вот ситуации и черпать оттуда уже полезно вот необходимое для себя брать лучшие какие-то качества от одного другого бойца ты это уже потом самому пытаться воплотить на практике в дело вот сначала попробовать она не всегда получается у меня тоже когда я начинаю у меня что-то какую-то новую движение или там программу начинаю изучать у меня тоже не получается ну и сейчас у меня уже все дошло до автоматизма и все удары у меня плотный жесткий качественный я на каутер с обеих рук и слева и справа я даже какое-то время учился сам себя перестраивал боксировать в левой стойке да я правша и когда вот я вижу ну что уже соперник мой привык правше что в правшую работает боксирует я могу резко поменять стойку и работая левая превращается в джеб до да и то есть я не право превращается в джеб а правая левая стойка это когда правая рука впереди левая стойка ой наоборот да вот я подумал вот это вот это это правая стойка левая рука впереди это правша она делает сильнейшая да ударная сзади рука находится бум да а вот это это левая да и соответственно правая в джеб превращается да 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 ты увидел как я как я как я работал 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 зале бокса готовил какого-то я не помню кого уже боксера на какой-то хороший ответственный турнир и у него предстоял поединок с левшой и меня попросили чтобы я боксировал левой стойке и никто не мог поверить что я искусственно левша я вот я встал влево и влево и боксировал также как вправе у меня как бы переучился и все хорошо получалось возвращаясь к тому что бокс уравнивает да бокс уравнивает и не совсем перевод уравнивает ринг да боксерский там уже да там там уже нету никого не главы какой-то не мэра не президента мне очень нравится не боксер одел перчатки вышел дерись у меня любимое развлечение смотри компиляцию как человек вел себя до боя и как он вел себя во время боя потому что ты можешь изображать все что угодно до боя вести себя как угодно да как я типа да то я боец смотрите встал а в ринге я все забуду да буду так играться действительно это вот там все там никаких оправданий там все есть как есть тем не менее борцы которые сильны до в партере или кикбоксер ребята у которых сильные ноги и так далее они в боксе не могут свои преимущества применять и поэтому это может уравнять даже блогера условно да хорошо подготовленного блогера джейк пола какие-то просто какая-то очень серьезная команда готовит там 30 человек и тогда и так далее вопрос вот какой легенда ему проигрывают ты легенда да ты допустим вышел из недавнего вот до позавчерашнего боя как бы без нокаута да все хотя чтобы если легенда то вопрос никаких не оставалось а раз нет нокаута ну как бы и так далее так далее начинаются всякие размышления а так ли так так ты все еще хорош тот человек который когда-то был великим как ты считаешь вот проигрыши в боксе людей которые не боксеры как-то вот урон их их наследию наносят да вообще не то что боксер не боксер проигрыш очень сильно расстраивает любого человека потому что на ринг никто заранее не выходит для того чтобы проиграть все хотят и выходят и готовятся и тренируются для того чтобы победить но проигрыш он очень много забирают и эмоционально и функционально и физически то есть ну такая неприятный осадок остается вот и с этим нужно ну когда так вот справиться там и психологически и физически потом опять заставить себя идти в спортзал начать заниматься терпеть это все но чтобы как-то вот но у меня очень большой опыт мне как-то с этим попроще вот справляться и с проигрышами из победами то есть у меня нет ничего я вот когда два дня назад отодрался и сегодня я уже понедельник субботу я дрался в понедельник я уже в спортзале я тренируюсь по две тренировки в день готовлюсь к новому сопернику чтобы бить его то есть я сейчас ну стал на такую дорогу спортивную вот перестал хулиганить надо сейчас максимально вот под поработать да я потом уже думать о пенсии я слышал ты хочешь каждый месяц драться каждый месяц да и у меня даже это не чересчур не да не не чересчур у меня даже уже вроде бы так будет запланировано что у меня в каком-то месяце будет два боя мне какая-то я вот стараться он подрался у меня не это самое никаких повреждений чего нет физической форме функциональной и технической я ну как бы хорошо себя чувствую почему мне дальше не драться я когда у дерусь даже вот по правилам и мая я не получаю никаких травм у меня болят руки я разбираюсь разбиваю все суставы потому что перчатки тоненькие типовать по боксерски нельзя то есть ну если можно почему вы с тарасовым бились не с боксерскими перчатками я не знаю это право выбора стороны тарасова вот у него он надеялся что у него в машинных накладках появится что дополнительный какой-то шанс на шальный удар да я объясню людям которые не понимают чем отличается или ты объясни чем отличать там же два размера есть боксерский перчаток очень большие такие шары да поменьше 14 унцовый 16 унцовый 18 унцовый тренирую даже 3 да тренировочные 22 унцовый вот тайсон тренировался у него 24 были унцы ну то есть они там размеры разные чем больше размер тем ну как бы лучше в них тренироваться работать тренировочном процессе потому что меньше травма да и меньше травма и они тяжелее то есть потом когда снимаешь 24 унцовый одеваешь 14 унцового у тебя ну как бы так руки уже летят легче да будут лететь и быстрее ну то есть такая дополнительная нагрузка во время боя ммэй дерутся в ммэй да там по моему 8 унцовая перчатка ну то есть там такая небольшая подушечка вот можно сравнить ее как то подушечка она даже намного опаснее чем ну как голой рукой ударить будешь бить все равно у тебя будет опаска попасть в лоб попасть в кость попасть в зубы там это сам это самое разбиваешь себе руки а ммэшная перчатка она не столько спасает руку ну там от удара не столько спасает сопер сколько она просто предотвращает от травмы вот это такой вот ну незапланированный удар в ней намного жестче чем в боксерских перчатках чем голым кулаком она мало того что бьет сечет она еще и глушит и в них ну когда бьют то есть не боятся травмироваться вот бьют от души вот некоторые даже из-под жопы слушай так зачем кто-то объяснил тебе почему он захотел вот никто не объяснил я даже не спрашивал все было так как хочет тарасов чтобы потом чтобы потом не начали емельенко какие-то разговоры там за это самое за глаза говорить что вот я предложил так он не согласился знаешь что я заметил я смотрел две недели с этого интервью в тебе совершенно нет злобы по отношению сопернику это ну мне так показалось можно и есть но ты безлобно с уважением как бы отправляю их спать да ты вот какие-то негативные эмоции испытываешь нет никаких негативных эмоций никому я не испытываю я уже говорил неоднократно что спорт это самая тяжелая работа приходится себя ограничивать во всем держать в режиме от всего отказываться даже в обычном питании держать форму болит у тебя что-то не болит идти в спортзал и тренироваться работать готовится предстоящим боям на вот ты человек который выходит против меня на ринг зная что я профессионал что я нокаутер вот он уже заслуживает уважения что набрался смелости выйти вот мне кажется это была логика тарасова и так отдать должное я бы не вышел честно говоря да ну это ну какая это не логика тарасова тарасов хоть хоть что-нибудь показал а то он взял этим боем и ну так смешался с говном там я не знаю люди как посмотрели как он разворачивался ко мне спиной и бежал вперед но это лучше бы он не выходил бы на ринг а не так как-нибудь там в интернет сообществах ну развил бы какую-нибудь тему там и не набирал бы себе плюсов но чем выходить подобным образом позориться согласен с тобой но пройдет время обстоятельства всегда забывается факт в том что он проиграл он проиграл но не нокаутом и как он как он говорит на выиграл первый раунд дай он там говорить можно все что угодно слушай а он тебе попал да да из поджопы дурака кинул и это как ну отсюда не глядя никуда я пытался найти полную версию матча нигде нет а нигде нету на этих самых как вроде бы платная трансляция и на каком-то там сервисе не удаляют удаляют они иногда сами удалили сейчас пройдет какое-то время выйдет этот бой да следующий раз соглашайся драться в ринге в три раза меньше был большой ринг да да очень большой даже мне кажется был ринг намного больше чем ну выступают там восьмиугольники в таких в бойцовских клетках то есть маленькие перчатки но очень большой ринг да чтобы было где ему разогнаться да хорошо знаешь вот я сказал что очень много общего пусть и наоборот в том что происходит на западе вообще в мире да вдруг всем очень сильно стали нравиться значит бои причем бои именно непредсказуемые легенда но уже на пенсии уже в возрасте плюс хотя какой в возрасте 40 лет до всего и я говорю потому что мне саму 39 не отказываюсь верить что 40 это много вот легендового возраста молодой да какой-то спортивный но неопытный и это всегда интересно это пробуждает ну вот просто звериный интерес а чего будет да но вот главное отличие что мне не понравилось при том что еще раз я ничего не испытываю к тарасу не знаю его что он подчеркнуто говорит что готовился две недели вот это не уважение но это не уважение к нему самому это мне какая разница но как можно готовиться две недели к к боксу с человеком который ну как бы что ты себя представляешь это вопрос я же говорю тарасов дурачок вот что он с такой подготовкой с такой школой вышел на ринг я ему ну чтобы так на буду на вперед забежал вот и сказал на будущее тарасов ну как бы я не отказываюсь от повторного с тобой боя но ты подойди нормально в нормальной кондиции в нормальном состоянии нашему бою вот если у тебя будет у тебя желание я готов тебя вновь побить на каутирует ну такие эти были буквально за месяц до нашего боя я не помню какой-то турнир проходил по правилам бокса и мы туда приехали с моим менеджером отзаматом вот и кого-то он там хотел посмотреть ну тоже там смотреть некого было вот что-то посидели выходим на улицу я смотрю тарасов с и пиво ходит лазит ну то есть он заранее был готов к проигрышу он стрессовала он стресс наверное я не знаю что он наверно быстро наверное вот ну такой вот он неправильно подошел к этому на ответственному его жизни поединку да за что и поплатился слушай 10 миллионов рублей ты получил уже я за идею дрался я смотрел все все говорят что тарасов получил 5 миллионов рублей я не знаю сколько тарасов получил но я дерусь за идею за пропаганду спорта вот я всегда говорил что смешный единоборство это спорт 21 века когда мы начали с братом выступать еще в японии по правилам прайда вот ну как бы бойцов у нас так в россии не было никого вот и насколько мы раскачали за смешный единоборство это ну такой вид спорта который за очень короткий промежуток времени набрал такую сумасшедшую популярность я помню в мире в россии и ни один вид спорта да так не прогрессировал да ну и взяли и раскачали а началось все с того что а что будет если бойцов разных стилей поставить в ринг да как раньше с этого видеосалона идешь а кто сильнее рэмбо или швардейгер там с этого началось ну вот и да и как бы так вот затянули смешный единоборство народ и привлекло внимание да уже они в рейтинге бокс обогнали и другие виды спорта то есть людям интересно ну просто еще смешный единоборство сейчас испортили борцы вот вольники классик которые в партере абсолютно ничего делать не умеют просто прыгают в ноги переводят боксеров и ну лежат создают видимость стиль у них лежи и молись чтобы судья в стойку не поднял можно возразить это еще раз вот к тому с чего начиналось что будет если поставить бойцов разных стилей на ринг кто кого победит с этого все начиналось и все пришло к тому что джиу-джитсу король всего этого дела да ну то борьба и так далее борьба но надо это самое надо вводить такие правила как раньше а почему без ограничения раундов потому что первый раунд второй раунд третий раунд они могут провозиться проваляться четвертый раунд они уже язык на плечо чтобы были шансы у тех кто не силен в борьбе ну нужно нужно уметь делать все я же говорю я всю жизнь занимался борьбой на виду самбо все думают что я выходить из бокса что я базовый боксер ударник да хотя руки оставил сам себе сам себя учил боксировать слушая в раме что ты на этот бой почему была еще типа такая неизвестная в этом бою выходил после прекращения карьеры нет подожди не 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 но все я где-то говорил эти видят смотрел что ты набираешь форму только что ты я просто долго не тренировался долго в этом самом был таком в пике пике в полете в отдыхе ну немножко хулиганил ну не без этого люблю отдохнуть люблю расслабиться в какой-то форме сейчас сейчас потихонечку оживает у меня организм в хорошей форме но дальше будет она еще лучше я уже ну как бы остановить остановился с хулиганством уже все жена меня разрешает бывшая вот слушай пьянствовать ну раз уж мы на этой территории слушаю ну раз уж мы как бы здесь смотри я без пяти минут женатик у меня в конце недели свадьба поздравляю спасибо большое спасибо это мой второй брак жизнь меня ничему не учит ну да у тебя восстановились отношения с твоей бывшей женой до с последней женой с полиной да и и что идет дело опять к свадьбе ну она мне такой испытательный срок дала один год причем по моему 3 сентября что ли четвертого я уже я даже записал и начал отсчет да ну я думаю я ускорю этот процесс и мы быстрее с ним распишем венчаны вот но надо еще и ну государственно оформить наши отношения создать ячейку семейного общества и вот уже как думаешь люди меняются ты готов поменяться конечно да я изменился да пусть она знает об этом она и видит что это так мило меняюсь да в этом все мне надоело уже про я уже все видел все прошел что я только не делал и на немском проспекте когда жил в питере полтора года прожил в гостинице вот и на машинах на крутых поездил три мерседеса у меня было стояли там колодки ржавели внутренние диски вот не успевал на них ездить и я не знаю и с олигархами отдыхал и на яхтах плавал и квартиру у меня есть ну короче ну как бы так вот видел все наверно дорогие жизни было столько кида друзей на один день очень много советчиков советчиков еще больше чем друзей на один день все обсуждают твои поступки я не буду сейчас в это лезть да а но никто не спрашивает а почему вот от от грусти какой-то шло что-то не на месте же обычная да нет это в большинстве случаев это такие хейтеры и завистники вот сначала они ядом дышат а потом тут же переобуваются и кричат саня да я всегда в тебя верил сомнений никаких не было что все у тебя будет хорошо что я не про других людей а про тебя когда когда жизнь уходит в пике то автор этого пике сам человек мне хочется отдохнуть я иду и отдыхаю мне не хочется отдыхать я иду на зал занимаясь спортом ну периодически надо переключаться перестраиваться ну как бы так знать границы ну да самое главное да не забывать я просто пытаюсь из себя психолога изобразить меня не очень получается я к тому что может быть ну то есть наверное когда тебе хочется или когда ты позволяешь своей жизни идти вот по такому сценарию да как ты не знаешь что будет завтра да это делаешь необдуманные вещи какие-то покупаешь что-то зачем сам не понимаешь и так далее с кем куда-то уезжать какие-то знакомые это наверное идет от того что что-то не так что-то не а теперь что-то так случилось да нет это не от этого идет это идет от того что ну просто хочется немножко так сменить обстановку да вот из обычного круга жизненного уйти ну какие-то такие свободное плавание но ты увлекся сильно ну не то что сильно увлек жарки в пустоты просто знаешь я нормально я вернулся я приплыл обратно это приятно слышать слушай но я тоже верю что должен быть второй шанс я не про отношения про все да и 2 3 у меня вся жизнь такая вся кувырком на не то что я у меня это вот единственный раз единственный случай так произошел да не езжали у меня вся жизнь веселая я ни о чем не жалею я живу и радую жизни вот когда я хочу я отдыхаю когда не хочу я отдыхать я работаю то есть я никому не обязан ничему не привязан живу и радую жизни у тебя дочка дочка да если тебя будет сын вдруг предположим будет когда у тебя будет сын ты бы ему пожелал вот пути бойца нет потому что но это очень тяжело и травмоопасно я ну как бы вообще право выбора станет за ним вот а я уже создам все условия для того чтобы он был образованы в своем деле то которое выберет ну и сто процентов знал чем он будет заниматься для чего он будет заниматься и извлекал из этого максимальную пользу но внутри потому что внутри вот ты представляешь спортсменом быть это самый тяжелый вид спорта да и в углу находиться секунданском намного сложнее и тяжелее чем самому выходить в ринг и драться почему я не знаю ну когда так переживаешь внутренний там готов вместо не знаю там близкого какого-то родного человека выйти на ринг и за него лучше подраться чем вот это вот сидеть в углу и потеть что-то переживать ты ведь ничего не можешь делать пока он там ничего не можешь делать да и многие выскакивают многие быстрее ну не нервы сдают да бывает и такое да то есть я вообще одну вещь заметил певцы не хотят чтобы их дети были певцами да же шахтеры не хотят чтобы дети были шахтерами никто не желает своим детям своей судьбы потому что знают все сложности этого дела мне кажется в жизни нигде не легко фиг его знает не знаю вот поэтому и надо заработать денег чтобы дети жили свое удовольствие ну так работали ну и создать им уже такую платформу для воспитания для образования и конечно же учить вот баловать детей нельзя вот чтобы дать им сразу денег и от всего оградить купить им дом купить им машину квартиру поставить на какую-то зарплату и постоянно спать быть спонсором у них чтобы они сели вот так вот наши сверху свесили ножки вот кричали папа мама дай вот у меня дочка она в принципе ничем не нуждается у нее все если квартиру купил москва сидя вот у нее обеспеченное будущее она это она у меня не избалованная она занимается профессионально волейболом учится в монина в этой самой как школе-интернат то есть у них по 6 тренировок в день они и учатся там и она и домашнее задание сама делает 6 да так столько времени нет в день ну вот так вот у них какая-то беговая какая-то там с мячом какая-то уфпшная тренировка потом опять игровая она получается не просто учится она учится выживать 6 тренировок в день это много да то есть когда она освобождается там раздают телефоны в 7 часов вечера не даже телефоны мобильные забирают и раздают но перед отбоем чтобы они ну там пообщались с родными с близкими вот иногда даже бывает что не получается с ней поговорить по телефону на то руки не успел а близкие отношения конечно каждый день практически разговаривать с ней прекрасно прекрасно вот она выбрала для себя путь быть профессиональным спортсменом быть волейболистский ну пусть трудится пусть работает пусть терпит и пусть все будет хорошо что вознаградится до последствий плюс в том что волейбол не контактный спорта это очень хорошо ну да ну тоже травмируется буквально совсем недавно себе ногу подвернул сейчас вроде за это самое за росла травма раз уж мы на территории детей сейчас будет тупая подводка слушаю поговорим про джиган ну давай слушай я не понимаю это в бой то будет или не будет я сам не понимаю дело в том что и он блатанул крикнулся я вам готов со мной драться решил молодость помнить он же является мастером спорта украины по кикбоксингу вроде бы когда-то он там занимался вот но потом упал на чили открыл бутылку пива ну еще там хулиганить начал под этим самым по другим там в ростом эти части биографии у вас похожи вы я с таким животом никого на это самое на ринг не вызываю я если вызываю на ринг да это я не вызываю у меня очередь вот желающих которых хотят супер их побил ну я джигану сказал джиган как это садомаза клуб и александр побей меня пожалуйста ударь меня ну хотят быть битыми но это лишь говорю еще раз моя работа бить людей так вот он все-таки с каким-то спортивным бэкграундом до мастер спорта не форме он уже можно забыть про вот это вот его выступление оно было давным давно и не по правде какие-то хотя бы предварительные договоренности есть обои что есть договоренности есть договоренности но конкретики еще абсолютно никакой нет вроде бы этот бой собралась проводить компания нтв но насколько мне известно мой менеджер пытается с ними связаться вытянуть из них хоть какую-то конкретику чтобы они подтвердили подписать контракт приехать но что-то они тянут и все откладывают в долгий ящик то есть ну неизвестно и непонятно состоится не состоится будет не будет то есть когда же ты отложишь джигана в ящик долги конечно опять плохая подводка прости это это самое будет уже ясно когда будет подписан контракт поэтому я не разглашаю имена бойцов с кем они с кем у меня будут дальше бои потому что вот у меня на декабрь был намечен бой с одним соперником он сейчас отменился других предлагают джиганом тоже он там весь интернет забит что бой состоится но еще ни контракта ни площадки ничего не это странно для меня потому что когда я нырнул в это я вдруг понял что так погодите не все ясно да а с как бы со стороны кажется что все точно вот будет 4 ноября даже дата какая-то ну не знаю и у меня еще контракт не подписан поэтому все белыми митками шита ты видел какие-нибудь кадры как он работает время видел как вообще никак не работает вообще что ли все плохо очень плохо ему достанется я не буду жалеть как жалел до этого кокляева я буду их бить ну чтобы отбить у них желание вот лезть на ринг надо сказать что вот бои вроде позавчерашнего да плохую службу служит кому вот всему этому бизнесу да хочет чтобы бои были зрелищными чтобы хотелось обсуждать когда бой а в пол силы как-то без инициативно когда один друг другого убегает и так далее чувство разочарования абсолютное поэтому я думаю что надо работать в пол силы всегда в смысле в полную силу прошу прощения меня не знаю я когда работал стараться я тебе скажу что на разминке когда я разминался я вспотел больше чем когда работал с ним ринге на никакого вообще не это самое но столько было там ажиотажа вокруг этого боя там столько там комментариев там что вот он там готов и его там вели и одного бойца и другого привезли там он еще там боксировал с кем-то там терпел там и с кокляевым боксировал и с дацком он боксировал и с кем он там только там не попередрался и все возлагали на него какие-то надежды но когда увидели что он весь бой просидел на жопе все сразу переобулись и говорят о мы так и знали знали что ты побьешь ты победишь вот были на твоей стороне и все это произошло именно так как и должно было произойти интересная штука боксу невозможно научиться быстро и если даже ты поздно начал допустим если я сейчас начну заниматься боксом скорее всего я ничего из себя не буду представлять в спаррингах вообще потому что это какая-то такая штука которая должна быть заложена на этапе тебя формирования как спортсмена вот как и как мужчины потому что даже если ты научишь человека боксировать да с грушей да там какие-то при всякие штуки делать и так далее когда он заходит на ринг почему-то эта штука вся отключается и там вот так это страх мандраж махач и боязнь да боясь вот это она давит соревновательный процесс он сильнее давит зрители давят ответственность ну как бы такая вот больше и на тебя возлагается и многие бойцы на тренировках показывают я помню такие чудеса такие приемы там в дворе такие эти дистанции боевые спортивные проходят там ну даже я такого не знаю ну как бы так но смотрю на них и удивляюсь а когда выходит на соревнования ну как они забывают все чему их тренер учил спортзале и начинают я не знаю там пятица бежать не я не знаю там короче именно делает все достаточно наоборот что нужно делать в ринге даже вопрос не техники почему-то а именно какого-то духа мандража и отсутствие опыта пеноги перегорают нельзя накануне боя накануне турнира думать обои там планировать как он произойдет потому что если ты запланируешь как тобой там примеру выйду сделаю это потом он там кинется на меня потом я отойду проведу там какую-то серию там слева правый не знаю левый там ну еще что-то делать если вдруг ты выйдешь и прям сразу же что-то пойдет не так как ты задумал запланирован то весь твой план на бой он рушится и все и человеку так вот стоит опускает руки не знаю что дальше делать начинает пятиться и пропускать но какие-то такие несуразные непрофессиональные удары то есть он он какой-то запрограммированный если программа сбивается он не знаю что делать а какой то есть совет вот как готовится да как готовьтесь тренировочном процессе делайте все что вам говорит тренер в тренировочном процессе и накануне боя не занимайтесь чем угодно ходите в кино отвлекайтесь я не знаю там смотрите телевизор но ни в коем случае не смотрите бои не думайте о боях не планируете как пройдет этот бой потому что как он пройдет у это был у вас для этого подготовительный тренировочный процесс вы его весь прошли спортзале и он остался у вас уже на уровне подсознания вот то есть в ринге уже сориентируетесь то что вы готовились к своему сопернику ну очень долго и со специальными партнерами с тренером и накануне там выдумывать какой-то план на бой но это вообще неправильно вот все уже у вас ну отложилось и в мышцах мышечная память и в голове уже то есть нужно выходить и делать то что чему тренер тебя учит на тренировках они самому выстраивать какую-то там композицию боя и пытаться ее потом уже в ринге реализовать если что-то вдруг пойдет не так как запланировал боец ну все рухнет тебя такое было не было никогда я мне сразу как-то объяснили до меня это дошло и смотри по ситуации и не ищи схем да да никаких с кем они не искал не делал не выдумал как я буду бить как я буду драться вот я всю работу проделывал в ринге до боя в тренировочном процессе вот и готовился и специальных соперников просил чтобы они работали приблизительно так как мой оппонент работает вот много спаррингов провожу много бегаю много на мешке стою много офф и пешной работы делаю то есть делаю и мы как-то в кисловодске проходил у нас тренировочный процесс и попали мы как раз на один сбор с легкоатлетами легкоатлеты когда посмотрели сколько мы бегаем они говорят мы легкоатлеты столько не бегаем сколько вы бойцы смешали на борт да сша ты не работаешь со спортивным психологом не никогда не работал у меня такого нет ни к вообще не хотелось бы у меня все отлично все в порядке да это не знаю для слабохарактерных психологи нужны я если честно так вот перебую любого психолога я понял я понял слушай какой самый тяжелый бой был каждый бой тяжелый мне потому что потому что тут выйти в римки отработать 15 минут там ну я не знаю там это не так тяжело как пройти весь подготовительный процесс всю эту базу сначала набирается объем такие затяжные тренировки по две тренировки в день я сейчас работаю тренировка одна выходит часа два полтора без прерывной работы то есть без отдыха вот встал и все и работаешь 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 это объем набирается вот потом объем выносливость ну общее состояние тела то есть нужно так себя выжить чтобы когда уже перейти на следующий этап подготовки скоростную работу на вот чтобы у тебя уже был запас прочности у организма чтобы ты мог ну я бегать хорошо и дышать и я понял и спарринги у тебя были все потом уже начинается объем убирается убираются тяжелые веса убираются большие объемы начинается уже скоростная работа короткие тренировки взрывные чтобы уже быть не затянутым зажатым а взрывным и скоростным я тут у меня был спортивный проект я за три месяца вы поставил себе задачу накачаться просто это был такой проверка характера и я тебе могу сказать что в какой-то момент начинает ехать кукушечка потому что я ходил каждый день делал что-нибудь то есть сейчас два раза в день делаешь да мне один раз день уже было вот здесь вот понимаешь если ты сейчас не безобразничаешь а я могу по себе сказать что это сложно хотя бы наверно просто привык такой образ жизни у меня вся жизнь такая вся жизнь в портзале но как-то же нужно спускать давление ну вот я поэтому иногда и ухожу в пике когда уже надоедает все ультиматум тебе поставлен нельзя пике запрещено все теперь у меня как будем спускать давление саж все за ручку с любимой а вот сам бой он помогает сделать это хорошо или нет или он только больше помогает он так вот знаешь он уже понимаешь что все подошла финишная прямая что не так я же говорю не так тяжел бой как подготовительный процесс к нему вот уже там вышел ну по смешным единоборствам там три раунда по пять минут на 15 минут подрался там стараться я же говорю я на разминке устал больше чем во время боя с ним три раунда по две минуты вот он задышал не знал куда язык на плече там вот повесить чуть не заклипнулся собственном дыхании я нормально себя чувствую ходе но увидел страх твоих глазах он видел да что я на измене я сейчас вижу страх глазах александра как он проявляется я вру секрет то есть не удалось мне из себя изобразить позднера ты мне не скажешь какой бой был самый тяжелый для тебя может эмоционально может еще как-то они как-то попала как-нибудь неприятно все бои я знаю что против меня не стоит какого-то там знаешь не знаю там мужичка которого нашли тому пивной что все готовятся все заранее проходят какую-то ну вот тарасов в буквальном смысле у пивной немножко да немножко он так он был уже заранее сам себя обрек на проигрыш вот буквально замеси его увидел там где-то мне не понравилось это это неуважение и к зрителям и к себе и к тебе и к спорту ну я же говорю тарасов подобным боем он не набрал себе каких-то там плюсов не заслужил уважение он этим боем вот как он его провел он ну так опустил себя немножко ниже но кто захочет найти плюс вон и все равно найдет что вот он не испугался да нет он как бы если бы не испугался он бы тогда бы дрался бы в ринге они бегал бы ко мне как на 100 метровки ну да он не испугался выйти но испугался драться хорошо окей 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 хорошо слушай а ты сидишь за за мм и нет мне не нравится бои вообще смотреть но я сейчас объясню почему я не не слежу ни за мм а не за боевыми искусствами потому что у меня две тренировки в день потом куда я не приду постоянно разговоры о спорте вот постоянно 24 часа еще ну как бы так вот нахожусь сам где-то там думаешь что-то там выдумаешь на приемы что нужно там на завтра какой-то план составить тоже голова забита работа бойцовской вот и еще сидеть осознанно себя еще грузить ну какими-то боями какими-то вообще абсолютно ненужными это прям будет просто перебор да перебор смотри ты уже уходил на спортивную пенсию когда я не уходил это все не языки что-то за меня придумали ну ты там в какой-то монастырь уезжал или это был просто перерыв это был такой вот просто охота это я тогда работал с одной этой самой там пиарщицей вот она когда я уехал на афон когда я уехал на афон она ничего лучше не придумала как написать что александр емельянька завершил карьеру да типа уехал на монастырь вот я говорю зачем ты это выкинула зачем ты это ну говорит ничего страшного ничего страшного не переживай потому что возвращение типа бойца это ну намного события да больше намного главнее чем уход сейчас ты ушел а когда приедешь с афона ну как будешь готов найдешь себе бои вот мы объявим что ты вернулся скажи пожалуйста вот на твой взгляд когда бойцу нужно понимать что все стоп ну когда у него желание пора пойдет выходить на ринг да вот я еще молодой тяжеловес они 30 40 годам только созревают чувствую силу сейчас тайсон фьюри ему уже очень много лет дед джош форман вышел в 50 лет на ринг по правилам бокса и стал чемпионом мира да то есть ну таких тяжеловесов возрастных бойцов очень много холлифилд сколько дрался до сих пор вот ну слушай ты видел этот матч какой холлифилда с кем с ира пап посмотри пожалуйста короче холлифилд недавно подрался должен был быть матч большой ага черт возьми я смотрю каждый день это по сто раз и забываю в самый нужный момент фамилии сейчас мы все вспомним там кто-то не смог кем заболел к видом и нашли холлифилда белфорд и холлифилд дрались белфорд из мм я понял да холлифилд из бокса холлифилда 58 лет по моему и проверь пожалуйста он в потрясающей форме да он вообще молодец причем он ну деньгами он обеспечен я знаю у него бизнес свой да очень большой и бокс это для него как бы такое вот хобби это образ жизни для него то он не нуждается в гонораре мне кажется он даже готов сам доплачивать организации спортсмену чтобы они вышли да но он проиграл он проиграл первом раунде ничего страшного и он тоже залетел за две недели до 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 матча и я считаю что тоже было ну как бы неправильно вот так подставлять легенду потому что если было бы у него три месяца я думаю что в 58 лет он бы смог лучше показать не холлифилд молодец холлифилд невероятно 58 лет с ума сойдет выходит терпит берется показывает что спорту как и любви все возрасты покорные на то есть пока есть пока есть желание я помню я смотрел документальный фильм про майка тайсона и когда он проиграл в какой-то свой там второй матч подряд там и так далее он вышел и сказал что я не хочу больше это делать то есть если горит огонь то можно драться пока хочется драться да но тайсон он почему это самое начал проиграть потому что его немножко деньги сгубили немножко слава сгубила но в принципе всех у всех кто ну не сталкивается с этим в какой-то момент подламывает мы такой вот известность популярность все дозволенность все открыты все там у него и наркотики пошли он уже все хотят быть твоим другом да перестал режим соблюдать да и ну так вот начинают обстоятельства немножко портить плюс у него был его тренер этот старенький доказ дома то да потрясающий потрясающий человек и мне кажется он был как отец ему да он же жил у тайсона там с улицы забрал когда он там еще в детстве бегал подростком хулиганил по этим самым по улицам и он направлял его тут дичь куда надо он это самое он взял его он жил у него тренировался работал то есть тайсон набрал отличную форму когда он тренировался он по-моему самый молодой был олимпийский чемпион по-моему в 20 лет вся или 18 лет он выпал выиграл олимпиаду ну то есть такой вот он и форму набрал отличную разогнался он очень хорошо и это то что сейчас происходит с конаном макгрегором все говорят что деньги никогда тебя не стимулирует драться они все желание драться наоборот нивелирует потому что когда ты в шелковой пижаме утром значит спишь на невероятно свежих простынях очень тяжело сейчас оставить 5 утра идти бегать это оскар далахой сказал да 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 вот я сейчас воспроизвел за свои слова и это не выдавал и тайсон в своем подкасте говорил что по моему его сын хочет идти драться могут с ума сошел драться идут те у кого ничего нет кому нечего терять кто готов ну как бы в обанк идти тебе есть у терять зачем тебе надо вот у тебя теперь здесь миллионов рублей не боишься потерять откуда да почему так почему деньги не помогают наоборот вот в чем проблема почему нельзя быть очень состоятельным я же говорю это самое когда становишься известным популярным появляется желание как-то отдохнуть расслабиться я помню я не помню какой-то год был у меня была команда из пяти бойцов я занимался ими находил им спонсора они сначала ну такие с улицы были не никому не нужны парни потом я их экипировал поставил на зарплату со своего кармана доплачивал им еще гонорар за выступление боях нашел спонсора то есть они потихоньку начали зарабатывать зарабатывать и здесь как-то я взял всю команду и перед каким-то турниром я всем оплатил сбор в кисловодске вот ну а там чтобы провести трехнедельный сбор там ну сейчас по моему там около трехсот тысяч нужно ну и вот там пять человек плюс тренер плюс еще кто-то ну то есть там нормально мне это самое по бюджету по карману да тогда ударила вот я их всех туда увез и когда я возвращался мне звонят парни говорят александр вот мы приедем вас встретим сколько вас человек я говорю столько-то столько-то все все мы приедем встретим я говорю да меня не надо встречать ну я домой поеду я никуда не это самое и пацанов они все все непереживаем приемные они там приехали там на феррари на р-8 то есть на таких там машинах вот ну и там все попопрыгали кто ну кто куда и поехали там по домам я на следующий день узнаю что развезли по домам сумки оставили а потом поехали в ночной клуб кто-то там кальян покурил кто-то там пиво попил я говорю ну вы говорю не охренели вам говорю драться через два дня горя вы по ночным клубам тусуетесь прошли такой они воспользовались твоим советом не думать обои да нет они не воспользовались моим советом они пошли просто на всю работу которую проделали до этого подготовитель они все просрали в ночном клубе и в итоге что как закончилось до них на 3-2 проиграли три человека проиграли двое выиграли потеряли фокус ну я не знаю у тебя кровь идет на губе да да это я эту ободрал как губа дать ему салфетка мнение надо да хорошо слушай слушаю сколько ты боев хочешь до конца года прийти 4 по 6 3 но где попросил азамата чтобы он мне в октябре час нашел бой потом в ноябре у меня вроде бы планируются а по какому принципу ты хочешь выбирать соперников если они все еще неизвестно тебе бы с кем хотелось бы мне без разницы с кем драться я никогда не выбираю себе оппонента чтобы не сказали что емельянька там кого-то послабее выбрал или посильнее выбрал слушай если я правильно понимаю что вот бои с с блогерами с известными там музыкантами и так далее собирают больше внимания потому что спорт все нового да узкая тема такая не все все понимают а когда значит дерется за лицо с экрана с кем-то со спортсменом это просто тупо интересно посмотреть кто пизды получит да какое-то время меня даже джигурда с тактаром вызывали на бои ну я они уже поняли а ты видел проект первого канала как король ринга джигурда же боксировал так это пыло когда это было лет назад кстати вот в этом промоушене в этом промоушене в котором я дрался с тарасовым он тоже боксировал но только он там на целый день они растянулись сняли этот павильон где проходили бои и там несколько турниров в один день провели и мне кто-то сказал что джигурда то ли с милоновым боксировал депутат такой вроде бы есть чего или нет есть такой депутат минут вот они боксировали с по-моему с милоновым вести милонов нет что-то они там ничего не делали там ходили 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 весь боях судья говорит ну вы будете боксер будете драться что-то они выбираем дружбу джигурда дал ему два раза по пузу и победил милонов потом крокодилями слезами плакал подожди я бы такое услышал что ир можешь проверить пожалуйста ну-ка причем от сегодняшнего дня есть новость что джигурда милонов проведут бой по правилам бокса сегодняшний что за бред происходит ну я же говорю порнографии занимаются так вот мой вопрос то вот был какой тебе интереснее со спортсменом подраться потому что но это прямо испытание тебя как бойца и знаешь вот я играю баскетбол когда играю в баскетбол против того кто не умеет играть баскетбол я я тут же деградирую я начинаю также плохо играть суета его передается мне когда играю с человеком который выше меня по уровню я лучше становится становись как игрок мне интереснее прикольнее это более спортивно все становится вот тебе с кем бы хотелось бы мне же говорю мне без разницы с кем драться я весь опыт набираю в тренировочном процессе я тренируюсь профессионалами то есть я работаю не в три ну спортивном зале в тренировочном процессе не с блогерами вот а с людьми которые прошли хорошую боевую школу которых есть большой опыт и поэтому я так хорошо и быстро прогрессирую набираю форму то что я сто процентов выкладываюсь на тренировки то есть тебе все равно вообще мне без разницы ну как может быть все равно пропагандирую и пропагандирую спорт ну и всяких таких зазнавшихся немножко так на место ставлю принимать тряхнул им принимать и пошел дальше переступил и забыл до вчерашний день а теперь по поводу новости значит милонов и так далее вот вот сейчас все в таком хаосе либо известный человек который вообще не умеет драться но к нему столько внимания капец но спорт это никакой и там много денег и большие зарплаты вот почему туда все идут допустим тайрон вудли заработал за бой с джеком полом больше чем он за всю свою карьеру заработал обалдеть либо два невероятных спортсмена дерутся да это очень красивый вид спорта но внимание к нему к этому бою гораздо меньше потому что требует погруженности в тему да и заработки меньше и вот мне кажется вот вот где-то правда где-то посередине вот не значит хочу сказать каждого из вот когда ты говоришь что выходят спортсмены не спортсмен у каждого своя аудитория то есть и прессе интересно зачем он туда полез и что с ним произойдет то ли он что-то покажет то ли он не покажет но это такие вот я буквально перед этим боем узнал что какое-то новое направление появилась поп-мэма я что я даже не слышал о таком ну типа вот такие вот там личности как тарасов дерутся известных людей до король ринга ну типа король ринга но только так вот он что-то все полезли туда все хотят драться и все о чем-то заявить и доказать что они на что-то способны хотя представление о боксе боевых искусствах абсолютно никаких нет я понял что я хочу сказать савари а бойцам не помешало бы поучиться у шоу-бизнеса да у блогеров иуда как делать интерес к бою да я согласен и наоборот я же говорил что смешные единоборства это спорт двадцать первого века нужно и шоу делать составляющие не просто как уже людям не интересно смотреть как просто два бойца вышли на ринг подрались и ушли вот да уже когда так вот вот это вот место куда интересно шоу интересно пресс-конференции как то там друг друга закусывать задевать кто ведет какой образ жизни это знаешь всем нравится санта-барбара такая сразу все это обсуждать всем нравится почему ты можешь к себе его как я дерусь как я дерусь вот потому что ну я не строю себя там какого-то там праведника там не знаю там у меня нет ни бы над головой я точно такой же простой и обычный как все я не знаю там граждане я могу и похулиганить и нахуй кого-то послать да выпить и не знаю там расслабиться и погулять и не знаю делаю именно все то что делают обычные люди своей повседневной жизни вот ну помимо того что я люблю немножко так расслабиться похулиганить вот я еще знаю когда остановиться и иду спортзал и набираю форму выхожу и радую всех своими победами выступлениями ну то есть я такой боец из народа а звездам шоу-бизнеса условно да я называю тогда всем медийным людям не помешало бы чуть больше если они ввязываются в это дело чуть больше погружаться не через два месяца подготовки выходить а через год допустим я согласен ну каждый видишь должен заниматься чем занимается но мы кажется надо готовиться конечно заранее знаешь мне есть такой рестлинг назад знаю да вообще бестолковый спорта да но там вот именно то что сейчас происходит там а вот эти вот ты помнишь ты побил меня моего отца я пришел отомстить в это же очень сильно завлекать в очень 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 построение боя в америке в японии так нам построение боя громче прыгай громче падай выше прыгай громче падай да я жду боя всегда больше чем сам бой вот это вот ожидание кто что сказал а этот вот и когда остроумные два бойца до сталкиваются боже это так интересно ну конечно трэш-ток он тоже должен быть таким интересным и перед боем потому что шоу составляет вот но он должен быть тоже аккуратнее на грани чтобы не задевать родных близких ну и честь самого непосредственно человека можно даже если смеяться над ним вот показывает что он в каких моментах он не подкован безграмотен абсолютно вот высмеивать его публично вот для того чтобы больше раздергивать вот расшатывать его самого и его психику да вот привлекать к себе внимание завоевывать аудиторию ну не знаю но этому нужно не учиться не так врожденное все ну я думаю что бойцы должны тоже в себе это развивать потому что когда боец очень хороший боец дает интервью ну я хотел бы сказать спасибо все согласен согласен разговаривать тренерге не могут у нас все хорошо привет такиров вот я тебя что-то начал перебивать прости пожалуйста короче но даже если ты перешел черту из этого тоже можно сделать шоу джейк пол что-то сказал про маму тайрона вудли это возмутило всех но он реально перешел черту извинился после боя и мамы тайрона вудли и джейка пола обнялись это было это как в театре было понимаешь то есть все можно конечно нужно с уважением но даже если ты совершил ошибку из этого тоже можно сделать вот спектакль это это же это же древнее развлечение в риме было выходили гладиаторы трались они были ммэй был ну да один с сеткой другой с виллами да то же самое разные стили кто победит у всех было какие-то имена ничего не изменилось мы согласен мы люди мы хотим это поэтому либо и зрелище абсолютно верно поэтому пусть все подтягивают согласен все спортзал заниматься спортом если выходит блогер или кто-то там на ринг чтобы он не бегал чтобы это не было с насмешкой на спортом и чтобы если спортсмен идет чтобы он был тоже интересный харизматичный я думаю джиган не будет убегать он потому что он как пивная бочка у него сил не хватит столько бегать он будет стоять ноги прилипнут к рингу и я буду его бить с обеих рук мы поставим на тебя спасибо дай ну я думаю коэффициент маленький будет ну хоть что-то подымите слушай скоро будет бой третий бой тайсона фьюри и диан диан 3 диан 3 диан 3 вайлдер не знаю как правильно следишь за этим не вообще не слежу я же говорю я не люблю смотреть бой ну так выборочно я когда смотрю там дерутся ну какие-то такие уже известные профессионалы мне нравится мухаммед али как работал мне нравится вот это вот плеяда боксеров времен али когда кто там форман фрейзер али они все друг друга по очереди били вот мне нравится как работал тайсон мне нравится как работает джонс мне нравится как работает работал артура гати мне ну то есть такие вот выборочные боя так вот неизвестно сейчас их столько развелось ну невозможно за всеми угнаться всех усредить слушай ну супертяжий бокси известных то 3 4 все остальное так ну хорошо но вот будет бой усика с этим усик неплохо работает я не помню от кого-то я слышал что у него когда же когда легко накидывает у него даже легкие такие не акцентируем удары жесткие плотные качественные то есть он очень хороший боец и у меня буквально недавно то страшно он будет драться да я в этом бою предпочтение отдаю усику я знаешь почему болею за усика он кстати тоже вот как тебе соперник уступал он сильно в размерах уступает а потом я тебя спрошу почему это так важно в боксе да почему существует в своей категории я болею за усика потому что он дважды выкладывал в инстаграм а может даже и почаще как он тренируется под мои песни у меня есть дурацкий проект илья огурцов и я не знаю почему а он так любит этот проект я очень его благодарю он видимо эти песни вызывает в нем ярость ему хочется убивать под них хотя не про любовь такие глупые вот так что я болею за него прям я ему написал даже в директ сообщение типа чемпион удачи хорошо скажи просто почему в боксе такую критическую такое критическое значение имеет разница в килограмм даже в 10 килограмм я даже не знаю для чего придумали такие весовые там я не знаю там есть ограничение лету смешных и наборствах есть ограничения по весу 120 килограмм больше это помню весе больше ты не можешь 120 весить тебя не допускают до выступления в клетке вот ну такие правила в боксе заведены уже очень давно многие бойцы многие спортсмены вот гоняют по 15 по 20 килограмм я знаю как смешных и доборствах и в боксе и причем чтобы выступать в разных категориях чтобы уйти в категорию намного ниже но я знаю что вот они гоняют по 15 по 20 килограмм и при мне просто такое было что за сутки они наедают и напевают 12 килограмм 10 обратно обедают да то есть чтобы для весов встать нет для весов соответствующие за сутки да они разъедаются и ну я не знаю это хорошо плохо вот плюсом или минусом это идет потому что ну к бою нужно подходить заранее они последние дни последние недели изнурять себя голодовкой там какими-то диетами изнуряющими тренировками там ну и выжимать из себя по последней капле вот нужно заранее залезть весовую категорию привыкнуть к ней проработать в этом весе вот ну какую-то там дистанцию и уже подготовленным абсолютно чтобы тебе ничего не отвлекало не лишний вес не там не знаю другая весовая категория не чтобы ты не отекал во время боя вот уже подходить в отличной форме своему бою а ты в конче связи в плюсах в абсолютной весовой категории 20 ну да это то есть тебе комфортно мне комфортно да а какой твой оптимальный вес 115 117 я себя вешу 123 сегодня взвесился да то есть три килограммчик и ты будешь прям легкий себя больше они уйдут да то есть я я и в этом весе себя хорошо чувствую вот у меня есть поменял конституцию тела вот жир я убираю а мышцами набираю вот а мышц кусок мяса он тяжелее чем ну как бы такой же кусок сала ну то есть килограмм мяса будет меньше чем килограмм жира да вот поэтому вроде бы визуально я становлюсь меньше вес стоит на месте я к своему вопросу вернусь вот смотри для чайников я об этом сильно не задумывался мне казалось если ты хороший боец да то тебе по сути дела все равно с кем драться но вроде как в боксе это критически проявляется в мм и разница бывает большая а вот именно в боксе всегда ставки идут на того кто тяжелее потому что какая-то физика там работает вообще просто удара жестче плотнее качественнее удар вот и в принципе все функциональные физически технически готовы просто удар плотнее и соответственно на урона наносишь больше урона наносишь больше а какая допустимая разница в весе боксе я не помню там по моему 9 или в любительском боксе по моему 11 категории или 9 существует я не знаю там постоянно меняется все там ну олимпийский бокс он мне вообще не понятен там до сих пор не утвердились одни ну как бы так единственные правила то в шлемах то без шлемов то по 3 минуты раунд то по 2 минуты раунд то 3 раунда то 4 раунда ну короче там то добавляют весовые категории то убирают ну короче там бардак все все как-то так у них от олимпиаде к олимпиаде все меняется 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 и я не знаю там вообще удивительно возрождение бокса вот что тебе скажу я не то чтобы прям эксперт но бокс это скучно бокс это очень скучно бокс это да я же говорю но сейчас профессионалы когда выходят на ринг даже там любители которые занимаются на результат вот они выходят на ринг и они их также посещает страх они не готовы рисковать не готовы обострять не готовы работать серийно они ну делают так все как роботы по программе серию нанес клинч да либо перекрылся ответил перекрылся ответил ну то есть такая вот идет ну без обострений без такой вот опаски такой вот бой идет вот почему взлетит не интересен он такой вот и а когда выходят непрофессионалы они ну хоть и бегают но периодически бывают кидаются людям интересно как то что вот именно потому что непрофессионалы имеют хотя бы плюс минус равные шансы с кем-то да в боксе это просто возродило бокс из пепла потому что бокс скучнятина да но из-за того что вот кто-то там кто не умеет драться и с легендой который уже давно не дрался интересно посмотреть это это просто посло этот вид спорта по сути дела ммэй просто камня на камне нет не оставил от этого вида спорта потому что там можно победить просто перебоксировав это то есть просто ты попал пусть даже не особо больно но просто точно вот как джигурда с милоновым я джигурда два раза по буду дал выиграл я хочу это посмотреть это уже было да было ты сказал что будет 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 ли было сегодня новость вышла что будет еще будет а еще будет реванш да какой-то бардак опять замутил джигурда с этим и джигурда меня вызывал причем в начале в начале этого боя с тарасом он кричал артем артем а он там был да он тоже там был на верхней трибуне а потом когда тарасов про сидел весь бой на жопе вот когда мне подняли руку он там кричал с трибуны александр молодец я абсолютно я бы так же себя вел надо надо болеть за того у кого шансов надо вовремя переобуться абсолютно верно слушай когда вернется борода я тебе скажу ты с бородой а моя борода твоя борода ты с ней был такой крутой где так идет вообще не у меня жена она на 10 лет меня моложе говорит борода меня старит без брата я моложе красивше выгляжу вот но за бородой еще я тебе скажу знаешь у меня просто почему я ее состриг я тренируюсь по два раза в день вот постоянно идет под отделение и у меня началось раздражение под бородой и я ее сбрил вот ну и такие прям ты был похож на богатыря вне ну я согласен вот многие там хоть хотят бороду бороду но с бородой неудобно вот есть грязные бойцы которые могут во время боя в партере схватить за бороду да когда так это еще сделать а суки на дети кожа на лице кожа на лице она намного чувствительнее чем на голове то есть не так больно волосяной покров на голове да ты ему этот волосяной покров на бороде то есть там ну да есть выход есть выход есть выход с брить ее накладная борода ты выходишь на бой с ж Fact Bolt на бородой общение что у него тоже накладная борода наude нарисованы такая не знаю выйдя на бой с жиканом с такой же бородой как делает Тимоти и Джиган. Это будет супертроллинг. Да, нарисовать черный маркер. Да, 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 черный маркер. Это будет... Не знаю. А может, не слушай меня, пожалуйста. Да. Спасибо тебе, что ты пришел. Спасибо, что позвали. Ты был в подкасте. Это был твой первый подкаст. Что такое подкаст? Да неважно. Вот просто люди сидят, говорят. Это моя главная проблема. Объяснить людям, что такое подкаст. Подкаст — это то, что идет долго и не требует глаз. Нас можно было как радио послушать. Ну, не знаю. Да не, не первый раз. Я уже привык. Давать интервью — это тоже часть моей работы. Немногие это понимают. И ты, кстати, всегда очень честно отвечаешь на вопросы. Спасибо. И ты знаешь, мне иногда кажется, что вот эти ребята, которые тебя спрашивают, злоупотребляют. Ничего страшного. Я готов. Они прямо такую спрашивают. Думаю, ты остановись, родной. А ты все равно честно отвечаешь. Это, конечно, похвально. Спасибо тебе, что ты пришел. Спасибо, что позвали. Удачи тебе в боях. Спасибо. Искренне тебе желаю. Все, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...